Всем привет, это Ликорис. Последний триллер Death Stranding был просто шикарен. Кодзима гений! Ну ладно, давайте серьёзно. Я уверен, что каждый, ожидая следующий триллер от Кодзимы про Death Stranding, не сомневался в том, что градус абсурда повысить просто невозможно. Но, как оказалось, все мы ошибались. И да, кому-то это может показаться минусом. Но я, как ветеран войны СПГ с первого, второго и третьего контакта на берегах Dark Souls, не мог не обрадоваться такому количеству символизма и деталей, которые Хидео Кодзима засунул в небольшой 8-минутный отрывок своей будущей игры. Соглашусь, что все три триллера крайне странные и кажутся абсолютно не связанными между собой. Но если принять во внимание слова технического продюсера игры Марка Серни, который сказал «Самое странное то, что поиграв в игру 4 или 5 часов, все это начинает приобретать смысл», то, возможно, стоит просто смириться с тем фактом, что мы не видим полной картины и уважаемый Кодзима просто пытается нас запутать. Но достаточно пустых разговоров. Вы пришли сюда за разбором трейлера, и я готов расщепить его буквально на атомы. Как всегда, я собрал максимальное количество информации и добавил к ней свои размышления. Возможно, после этого у вас появятся свои теории. Если это так, то не стесняйтесь и пишите их в комментарии. А теперь усаживайтесь поудобнее, широко раскройте глаза и мы начинаем. Итак, третий трейлер открывает монолог главного героя игры, Сэма, которого сыграл Норман Ридус. В нём говорится о некоем взрыве. О взрыве, который дал рождение пространству и времени. О взрыве, который заставил кружиться планеты в этом пространстве. О взрыве, который породил жизнь такой, какой мы её знаем. И о следующем взрыве. Думаю, нетрудно догадаться, что речь идёт о большом взрыве, то есть о космологической модели, описывающей развитие Вселенной. Этот монолог сопровождает аналогичное движение камеры вдоль земли из предыдущих трейлеров, показывающая мёртвых крабов, снова, и то, как быстро вянут растения. К растениям мы ещё вернёмся чуть позже. Далее мы видим лежащее тело главного героя. Обратите внимание, что на правой ноге у него какая-то травма и нога в крови. Чуть дальше это сыграет свою роль. После этого он просыпается и оглядывается. Мы видим, что произошла какая-то авария. Машина перевёрнута, а груз из неё выпал. До того, как мы перейдём дальше, давайте обратим внимание на несколько деталей. Во-первых, буквально везде на его костюме написано слово Портер. С английского его можно перевести как Грузчик, но лично меня интересует немного другой перевод. Проводник. Почему? Ну, об этом дальше. Во-вторых, номер на его груди. Неизвестно, значит ли это что-то, но пользователи Reddit нашли две вещи, с которыми можно его связать. Первая – это реально существующий нефтяной шланг на каком-то немецком сайте, который имеет в своём названии точно такие же цифры. Не знаю, совпадение это или нет, но в этой игре нефть, или, по крайней мере, очень похожая на неё жидкость, имеет существенное значение в лоре. Собственно, вторая – это девятая песня из 137-й главы Псалтиря, библейской книги Ветхого Завета. На английском эта песня состоит из 14 слов, что также совпадает с номером на одежде Нормана Ридуса. Звучит она так. Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень. Глубоко. Апокрифично. Связь с игрой через младенцев имеется, но каких-то конкретных идей по этому поводу, к сожалению, нет. Если у вас появились, то буду рад почитать. Ну и ещё одно забавное совпадение напоследок. Рик Санчес родом из земли измерения C-137. Идём дальше. Главный герой встаёт и направляется к запакованному телу. На его спине можно увидеть странные приспособления для того, чтобы, видимо, что-то цеплять на спину, а также шестиугольного ловца снов. Тело, к которому он подошёл, как я уже говорил, запечатано, а маска с жёлтой жидкостью на ней была разбита. Далее камера переносит нас к его двум напарникам. Одного из них придавила машина, и он не может выбраться. Опять же, при достаточном приближении в глаза бросается пара деталей. Первая – это нашивка Bridges. Сравните нашивку из этого трейлера с нашивкой Гильермо Дель Торо из второго. Вы ведь видите отличия, да? На этой нет чёрной точки на восточном берегу Америки, как у Гильермо. Лично для меня это может говорить о том, что этот момент игры происходит раньше, чем тот, что нам показали во втором трейлере. Следом за этим нужно посмотреть на надпись на рукаве обоих людей. На них написано «Disposal Team 6», что можно перевести как «Команда по удалению». Удалению чего? Очевидно, что от трупов или тел живых людей, таких как то, что мы увидели до этого. Однако, непонятно в каком контексте употреблена цифра 6. То ли в хронологическом, обозначая, что это шестая по счёту команда, то ли в количественном, означая, что таких команд, как они, несколько. Кроме того, невозможно не заметить отличия одежды Нормана Ридуса и его коллег. Думаю, здесь стоит остановиться немного подробнее. Чуть ранее мы видели, что на теле, которое они везли, как будто находится золотая маска. Либо какая-то жидкость была нанесена на его скафандр. Если предположить, что этот человек мёртвый, а он именно таким и выглядит, то возникает вопрос – зачем ему эта маска? Ответ может прийти из народных ритуалов по обращению с усопшими. Использование золотых масок было замечено у множества народов. В основном они должны были защищать мёртвых и обеспечивать им безопасное перемещение в их царство. Так, например, в Египте душе требовалась маска, чтобы узнать своё тело и иметь лицо в загробной жизни. Также она использовалась для усиления мумии и защиты души от злых духов на пути в мир иной. Не секрет, что игра связана с концепцией жизни и смерти. Акадима обещал представить инновационный подход к этому в своей игре. Так вот, вспомните, что я говорил вам в переводе слова Портер. Проводник, верно? Почему бы герою Нормана Ридуса не быть этим самым проводником в иной мир? Возможно, таким образом эта команда и удаляет тела. Ведь заметьте, что на протяжении всего триллера он ни разу не паниковал и вообще ведёт себя так, как будто попадал в такую ситуацию уже не раз. Как будто это обычное для него дело. Он даже даёт совет не дышать чуть дальше в триллере. Более того, это организация Бриджес. Почему она так называется? Не из-за того ли, что соединяет два мира? Эту теорию может подтвердить и другой момент из триллера, но о нём поговорим чуть позже. Ладно, возвращаемся к нашим товарищам в беде. Как мы видим, они торопятся выбраться из-под машины, ибо знают, что за ними кто-то идёт. На плече у одного из них виден необычный аппарат, который интенсивно реагирует на чьё-то приближение. А после он говорит «Они здесь». Ещё одна попытка вытащить друга, но в этот момент он начинает стремительно стареть. А как мы помним, растения из начала видеоролика тоже быстро старели и сгнивали. Честно, тут я даже не знаю, что и предположить. Возможно, что существа, которые вскоре появятся, питаются жизненной силой живых существ и буквально высасывают из них всю молодость. Возможно, что защищает от этого каким-то образом ребёнок, который есть у напарника, но всё это настолько непонятно, что говорить наверняка просто невозможно. Не зная, что делать, второй мужчина зовёт главного героя, которого зовут Сэм. И тут ему отвечает «Заткнись и даже не дыши». После чего все вместе они прикрывают рот рукой. Вот тут я думаю, что если бы надо было именно не дышать, то это можно было бы сделать и не прикрывая рукой рот. Поэтому акцент всё же был на звук и имелось в виду, что лучше не издавать звуки даже дыханием. Следом за этим появляется то, от чего они прячутся. Невидимое рычащее существо, оставляющее после себя отпечатки человеческих рук. Ходит ли оно только на руках? Бог его знает. Кстати, интересным является то, что это существо не материальное. То есть, представьте, там идёт дождь, и если бы оно было просто невидимым, то капли бы падали на тело и сделали бы его силуэт видимым, но этого не происходит. Из чего следует, что оно явилось из другого измерения. После того, как оно заходит за машину, мужчина показывает Сэму большой палец вверх, а Сэм направляется к нему. Однако, в этот момент что-то происходит с телом, оно чернеет, уходит сквозь землю, оставляя после себя лужу чёрной жидкости, а золотая текстура на его лице испаряется. После этого Сэм замечает вдалеке фигуру огромного гуманоидного создания и падает на землю, а из лужи чёрной жидкости выходит ещё одно существо. Это, кстати, может быть объясняет их происхождение. Не исключено, что эти твари – мёртвые люди, попавшие в другой мир или наоборот не добравшиеся до иного мира. Сэм пытается отползти, но раненая нога не даёт ему это сделать нормально и он оставляет после себя небольшой след из крови. Существо приближается всё ближе и когда оно ставит одну из своих конечностей на его кровь, то она как будто начинает подгорать. В этот момент начинает кричать мужчина под машиной и существо направляется к нему. Второй мужчина отбегает, а его друга хватает непонятные фигуры из-под земли и утаскивает прочь. Этот мужчина выхватывает пистолет и убивает своего товарища, из-за чего фигуры его сразу же отпускают. Видимо, умереть куда лучше, чем попасть к этим созданиям. Не исключаю, кстати, того факта, что скелетоны из второго трейлера – это завербованные обычные люди. Или забранные этими чёрными непонятными фигурами люди. Затем появляется странная фигура в чёрном одеянии и опускается на машину. Тут стоит обратить внимание, что этот человек делает точно такой же жест, что и Мац Миккельсенд во втором трейлере. Кроме того, на его груди расположен такой же контейнер для ребёнка, как у этого человека. А также он носит золотую маску по форме, напоминающую череп. И очень сильно похожую на ту, что надета на Люденса из лого Мовика Джима Продакшнс. Независимо от того, Мац это или нет, но после того, как он сделал этот знак, активность существа усилилась. Даже ребёнок обратил на это внимание. Жидкости из-под земли стало больше, а аппарат снова стал интенсивно трещать. Напарник Сэма начинает стрелять куда-то в воздух, в том направлении, где был загадочный человек в чёрном, но безуспешно. Тогда он отсоединяет капсулу с ребёнком, выкидывает её и кричит Сэму «Беги!». А Сэм пытается совершить самоубийство, но ему это не удаётся. Опять же, видимо, он осознаёт ужасную участь, которой ему предстоит, и пытается себя убить, протыкая несколько раз свой живот ножом. Ужасное зрелище, если честно. На этом моменте давайте разберём все интересные детали. Сначала показатель жизнедеятельности на руке. У него и у человека, завалившего машины на руках, имеются специальные приспособления, отображающие состояние здоровья. В которых синий цвет это максимально здоров, зелёные небольшие повреждения, жёлтый серьёзные, а красные угрозы для жизни. Если присмотреться, то эти браслеты уж очень сильно напоминают наручники из первого и второго трейлеров. Также интересным будет отметить аппарат за спинами у героев. На одном из кадров он принимает форму перекрестия, очень сильно напоминая прицел. Не исключено, что он и эти браслеты будут играть важную роль в геймплее. Браслеты будут передавать цвет на DualShock 4, сообщая игроку состояние здоровья его героя, а эти аппараты работают в качестве фонариков, индикаторов обнаружения врагов и прицела. Более того, интересно то, что работают они только тогда, когда у его владельца в руках ребёнок. Потому что можно заметить, как у товарища Сэма этот аппарат отключается, когда он выбрасывает ребёнка, а у Сэма наоборот включается, когда он его берёт. Далее, перед появлением Матса Миккельса на заднем фоне видны фигуры приближающихся высоких гуманоидных существ. Если хорошо присмотреться, то можно заметить, что постаревшего члена команды тачат как раз по направлению к одной из фигур. А также, если увеличить яркость, то становится видно, что у одного из существ, что хватает товарища Сэма надетые очки. Это сам Кодзима? Или просто очень модный дух? Без понятия. После выхода трейлера бытует мнение, что дети – это клоны людей, которые их носят. Якобы тот мужчина активирует капсулу с ребёнком и тем самым загружает в него свои воспоминания, а то и сознание. И поэтому так просто отдаёт их Сэму. Потому что знает, что тогда у него есть шанс выжить. В принципе, всё может быть, это же Кодзима. Но для меня эта версия всё равно звучит довольно притянута. Итак, возвращаемся обратно. Напарник Сэма поднимается в воздух, попутно пытаясь себя убить. Затем мы видим огромного размера существо. У него нет рук, но из каждой кисти торчит по пять кабелей, направленных к земле. Также вместо головы у него какие-то пульсирующие руки. И самое интересное – он соединён пуповиной напрямую к земле. Даже не буду останавливаться на этом, ибо объяснить происходящее здесь просто невозможно. Когда товарищ главного героя попадает внутрь его условной головы, происходит некий взрыв, и Норман Ридус снова голый, падает под воду. Лично я считаю, что в этот момент он мёртв. И либо он попал в иной мир, либо он попал в какое-то пространство, разделяющее наш мир и загробный. Камера поднимается вверх, мы видим тела, а затем на поверхности появляется ещё одно странное существо и съедает одно из тел. Тут стоит обратить внимание на то, что хоть оно и находится над поверхностью воды, оно всё равно двигается так, как будто оно в воде. У него даже есть плавник. Дальше, когда камера начинает опускаться, становится заметно, что вся живность здесь плавает вверх брюхом. Собственно, чем вам не доказательство того, что это загробный мир? Затем всплывает дверь от машины. На ней изображено лого организации Бриджес, правда, здесь оно уже такое же, как и во втором трейлере. За ним проплывает тот самый ловец Снуф, который висел на спине у Сэма. А дальше в глаза бросается сразу три вещи. Первая – камео Радуги из второго трейлера. Я в этом не силён, поэтому подскажите, она же ведь бывает под водой, правильно? Вторая – это кукла из того же трейлера. Обратите внимание, что у неё тоже отсутствует правая нога, та же, что и повреждена у Сэма. И третья – это кабели или шнуры, которые прикреплены к телу Ридуса. Опять же, без понятия, что они могут означать, но факт в том, что ни до, ни после они не будут прикреплены к нему. Но затем происходит сцена, которую не сможет развидеть абсолютно никто. Интересно, что приближаясь к рту Сэма, он открывается, как будто туда попадает что-то материальное. На моменте с младенцем внутри главного героя тоже нужно быть внимательным. Иначе им можно пропустить несколько деталей. Во-первых, у него коричневые глаза, в то время как у Нормана – голубые. Стоит отметить, что коричневые были у его напарника, а голубые глаза были у ребёнка, который носил с собой Гильермо Дель Тора. Из чего вытекает логический вывод, что ребёнок Нормана Ридуса у Гильермо, а у Нормана ребёнок его товарища. Во-вторых, вокруг ребёнка можно заметить маленькие отпечатки его ладошек. Ну а в-третьих, именно он, скорее всего, является причиной воскрешения Сэма. Хотя, возможно, у него к этому врождённая способность. Ну и не стоит забывать, что на PSX Кодзима сказал, что этот момент под водой является игровым. То есть в нём можно будет управлять камерой. Именно поэтому, а также из-за того, что в нём два Ридуса, я предположил, что действие происходит в загробном мире. Ну или точно не на Земле. А сам Ридус – проводник между мирами. В следующей сцене, когда Сэм просыпается, он непроизвольно отрыгивает чёрную жидкость и каких-то личинок вместе с ней. Сразу скажу, что это не от тихоходки, ибо они микроскопические и невооружённым глазом их увидеть невозможно. Не исключено, что этими существами мы и залазили вовнутрь Нормана Ридуса. А также присмотритесь, они также обладают способностью к перемещению вне зависимости от гравитации, ибо ползут вертикально вверх. Когда главный герой встаёт, становится видно, что в капсуле теперь вместо ребёнка эта самая чёрная жидкость. Это может означать либо то, что она заменила ребёнка и ребёнок теперь внутри него, либо ребёнок стал жидкостью, воскресив героя. Кроме того, на капсуле можно заметить брелок Люденса, того самого чью маску я сравнил с маской загадочного человека в чёрном. Здесь интересно даже не то, почему он здесь, а то, откуда он здесь. Ведь изначально этого брелка на капсуле не было. Да и ловец снов вроде бы отпал на моменте под водой, а теперь снова находится на спине. Я долго думал, что же это может значить и значит ли это вообще хоть что-то. И пришёл только к одному выводу. Возможно, что нам показали не один сплошной ролик, а два или более соединённых вместе. Я бы не удивился этому. Кодиме выгодно нас запутать. Ладно. Дальше главный герой встаёт и всматривается вдаль. Его лицо показывает крупным планом и видно, как из права глаза прокатилась одна слезинка. Это довольно занимательно, потому что я не обращал ваше внимание, но в течение этого трейлера такое уже было. В моменте, когда первый раз появилось невидимое существо, товарищ Сэма, вытаскивающий своего коллегу, тоже проронил две слезы. И это точно было не дождь, ибо его лицо закрывает головной убор. Ну и если принять тот факт, что во втором трейлере был голубоглазый клон, или кто это, в общем, ребёнок Ридуса, то он ведь тоже открыл только правый глаз. Вообще, без понятия, какая в этом может быть связь, но она почему-то есть. Ну и последний кадр. Снова в воздухе висят пять различных фигур. Я долго пытался понять, кем они могут быть. Сначала я подумал, что это тот таинственный человек в чёрном со своими друзьями, но положение этих тел как-то не совпадает. Затем у меня появилась мысль, что ими могут быть те существа, что мелькали на фоне. И это, наверное, даже более правдоподобная версия. Потому что положение их тела очень совпадает. Кстати, та фигура, что находится посередине, отличается от остальных. Она приняла положение, как у мумии. Далее. Кабели. Про них сказать практически ничего не могу. Кроме того, что расположены они не случайным образом по отношению друг к другу, а зеркально. Ну и последняя, заключительная фраза Нормана Ридуса. Когда-то произошёл взрыв. Взрыв, который породил жизнь такой, какой мы её знаем. А затем, произошёл следующий взрыв. И знаете, этот кратер ведь здесь неспроста. Первый раз услышав этот монолог и увидев кратер, я подумал, что под вторым взрывом имеется в виду падение метеорита или астероида. Но кто знает. В общем, на этом всё. Я постарался максимально детально разобрать третий трейлер Death Stranding. Если я что-то забыл, то обязательно напишите в комментариях. Будет очень интересно обсудить с вами или просто почитать чужие теории на этот счёт. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за просмотр. Увидимся. Продолжение следует...